Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Гульшат Губайдулина. В Казани завершился четвертый фестиваль популяризации науки Мелмакс Сайенс Казан, академическим партнером которого является Казанский федеральный университет. В течение четырех дней жители и гости республики слушали научно-популярные лекции, принимали участие в дискуссиях, мастер-классах и наблюдали научные шоу. Фестиваль прошел на двух площадках – IT-парка имени Башира Ромеева и IT-парка на Петербургской. На фестивале выступили более 20 спикеров – ученые, специалисты и популяризаторы науки из Казани и других городов. Сразу после официального открытия свою лекцию прочитал член-корреспондент Российской Академии Наук профессор Московского физико-технического института Алексей Саватеев. 19 апреля прошла дискуссия о популяризации науки, смыслы, тренды и проблемы, участие в которой приняла директор департамента по информационной политике Казанского федерального университета Елена Ельшина. 20 апреля в 11.00 началась лекция популярного медицинского блогера, врача-терапевта Алексея Водовозова «Медицина и музыка». Позже дискуссия наука и промышленность – кто ставит цели и воплощает идеи, в рамках которой выступил заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Михаил Варфоломеев. В 17.00 гости и участники фестиваля смогли понаблюдать за шоу-лекцией иллюзиониста Николая Фомушина под названием «Что стоит за сверхспособностями?». В числе спикеров научной беседы «Красота науки-3», которая стала 20 апреля завершающей, были представители Казанского федерального университета, профессор кафедры общей физики Института физики Александр Фишман, доцент кафедры микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии Павел Зеленихин и другие. 21 апреля лекцию «Хакнуть сон. Ожидание и реальность» прочитала Анна Харужия. Также партнером фестиваля стал и наш телеканал. О том, как на практике работает «Зеленка», рассказали и показали сотрудники Универ ТВ. Каждый желающий смог отправиться на Луну и сделать видеоселфи на фоне нашей планеты. Ну и в завершении официальное закрытие фестиваля. В рамках шоу «Встречи. Магия» музыки известный телеведущий, музыкант и шоумен Александр Пушной дал открытое интервью и исполнил известные песни. Ни для кого не секрет, что в Казанском федеральном университете готовят одних из лучших лингвистов, переводчиков и специалистов в области иностранных языков. Чтобы сделать обучение эффективнее и разнообразить образовательную программу, для студентов постоянно проводят мероприятия самой разной направленности. Один из таких – фестиваль English Vision. Подробнее расскажем в нашем следующем сюжете. Главными звездами фестиваля этого года стали студенты первых и вторых курсов Высшей школы русской и зарубежной филологии. English Vision уже стал традицией, ведь мероприятие проводится ежегодно. Десятки учащихся не только продемонстрировали свои знания и навыки, но и развили свою уверенность, выступая публично на английском языке. Участие позволило укрепить дружеские связи между студентами, так как оно предполагало командную работу. По словам организаторов фестиваля, специалистов кафедры контрастивной лингвистики, старшего преподавателя Дины Шениной и ассистента Раили Сабировой, тесное общение в группах, прокачивание своих языковых навыков и проявление своего таланта способствуют, как правило, стремительному личностному росту учащихся. Я вообще считаю, что любой фестиваль, нацеленный на изучение языков, в том числе, да, конечно, дает свои результаты. Это привлечение ребят к изучению, мотивации, да, и к тому же у нас учебный процесс – это не только занятия и лекции, но и в том числе какая-то организация различных мероприятий, которые провоцируют их интерес к изучению. Тут и музыкальные у нас конкурсы, и творческий коллектив будет выступать, поэтому я считаю, что такой формат должен быть интересен для ребят в младших курсах однозначно. Студенты принимали участие в конкурсах и заданиях, в рамках которых члены жюри смогли проверить их знания грамматики, лексики, а также способность к анализу текстов на английском языке. У ребят было три недели на подготовку. В течение этого времени команды готовили видеовизитки. Уже в финале они боролись за пальму первенства в таких конкурсах, как «Угадай фильм», «Слова и слов», «Испытания капитанов», «Музыкальное состязание», а после выступили перед зрителями со своим творческим номером. Выбирали желающих, кто хочет, кто вообще хочет принять участие, как жюри, и как человек, который заканчивает университет, хочется поучаствовать в таком активе, потому что я до этого никогда в таком сам не участвовал, премьер такого не проводили. Фестиваль English Vision, по словам участников, за годы своего проведения стал крайне полезным мероприятием для студентов в филологической направленности. Участие в нем помогло очень большому количеству учащихся развить языковые и лингвистические навыки, что в дальнейшем положительно скажется в их профессиональной деятельности. Арина Косова, Резида Каримова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Наступила весна, листья на деревьях уже начинают распускаться, а из теплых краев возвращаются птицы. Именно они являются важным показателем прихода нового времени года. Весна – время сезонной миграции птиц, когда они возвращаются из теплых краев, чтобы свить гнезда и вывести птенцов. Сезон миграции наступает дважды в год. Осенью, когда подрастают птенцы, приходит холода, и пищи становится мало. Птицы отправляются на побережье Черного и Средиземного морей. А весной, когда наступает сезон размножения, птицы возвращаются в привычные регионы обитания, тем же маршрутом или другим, в зависимости от вида. Люди на протяжении столетий наблюдают за поведением птиц в естественной среде. Некоторые пернатые отлично поддаются этому процессу. Однако есть разновидности птиц, для которых повышенное внимание является настоящим испытанием. Это птицы, которые ведут скрытный образ жизни. Это может быть образ жизни, связанный с временем суток. Это ночные виды, те же самые совы, которые в дневное время просто где-то днюют. Хотя совы, в принципе, активно могут охотиться и в дневное время суток. В целом их активность смещена на сумеречное время, потому что в глубокую ночь, в принципе, птицы не вылетают на охоту. Это как раз я уже сказала, те виды, чья жизнь связана с какими-то определенными интервалами в рамках суток, и те виды, которые предпочитают сложные для наблюдения условия среды. То есть это различные тростниковые крепи, там достаточно сложно наблюдать, в них сложно, в принципе, находиться, перемещаться. Это небезопасно для самих птиц, потому что в тростниковых зарослях гнездится огромное количество видов, и можно банально повредить гнездо, кладку птенцов. Это не самое лучшее занятие. Поэтому действительно есть и виды, которые сложны для наблюдения, просто в связи с их образом жизни. По словам орнитологов, лучшим временем для наблюдения за птицами является утро, либо вечер, когда городская суета не перебивает птичьи песни. Чтобы насладиться пением птиц, достаточно выйти на балкон в ночное время суток. Излюбленные места обитания пернатых парки и скверы. Зимой на озерах встречаются сказочные кряковы, большие поганки. Бёрдвотчинг или наблюдение за птицами – это хобби. Всех бёрдвотчеров объединяет одно – любовь к птицам. А вот мотивация у каждой своя. Кто-то хочет собрать невероятно большой лайф-лист, кто-то углубиться в изучение конкретных птиц. Кому-то просто нравится гулять на свежем воздухе и наблюдать за окружающим миром. Бёрдвотчинг – да, это одно из направлений любительской орнитологии. И оно имеет некоторые конкретные рамки, потому что бёрдвотчеры стараются собрать как можно большее количество видов. И бёрдвотчинг подразумевает под собой соревновательную такую подоплеку. А вообще это направление любительской орнитологии со всеми, в принципе, вытекающими. Бёрдвотчинг – очень увлекательное занятие. Тем он интересен, что может включать в себе туризм, науку, охоту, коллекционирование и фотографию. В наш век бурного развития коммуникаций и интернета бёрдвотчером не так сложно найти единомышленников. Существует множество сайтов и групп в социальных сетях, где орнитологи – любители делятся своими наблюдениями, фотографиями, видео и эмоциями. Подробнее узнать о птицах и их особенностях вы сможете завтра в программе «Как так?». Зарина Галиулина, Аделина Абдрахманова, Софья Чугунова, Хафиз Гараев, Универ, Новости. В социальных сетях и средствах массовой информации всё большую популярность набирают видео, где дети и подростки, подобно животным, передвигаются на четвереньках и перенимают их повадки. Одним словом, ведут себя точно как братья наши меньшие. Аудитория спешно поделилась на два лагеря – на тех, кто считает, что это юношеское баловство и игры, и тех, кто обеспокоен за психическое состояние молодого поколения. Так что же, квадробика – это норма или отклонение? Многие люди ещё не успели привыкнуть к относительно молодому виду спорта – хобби-хорсингу, представляющему собой езду на деревянной палке с лошадиной головой. Как социальные сети заполонили видео ещё одного? Оно называется «квадробика». Этот необычный вид спорта представляет собой передвижение человека на четырёх конечностях, имитирующее ходьбу, бег, прыжки и другие движения зверей. Дети даже внешне стараются походить на животных, надевая маски и костюмы, а иногда даже гуляют на поводке. Жители России с осторожностью наблюдают за этим процессом. Ведь некоторых из них дети даже успели укусить за ногу. Видимо, вжились в роль. Если вы зайдёте на ютуб-канал, то увидите, есть мастера, которые подражают очень прыгучим животным, и это мастерство. И это мастерство на уровне серьёзных акробатических упражнений, акробатических номеров, например, рандат. То есть, это серьёзное направление, которое требует профессионального подхода, серьёзных тренеров. Под видом того, что мы просто якобы подражаем животным, это же не просто на юлку пришли, нарядились там и ходим, так сказать, бездарно. А это серьёзное действие, это мастерство. Со стороны поведения любителей квадробики может показаться странным. И многих оно удивляет. Но любители этой активности, они же квадроберы, настаивают на его положительном влиянии на физическую форму и общее самочувствие. Ведь оно подразумевает прыжки, бег и даже элементы акробатики, а значит, может улучшить выносливость, сердечно-сосудистую систему и координацию движений. Для начала необходимо выбрать свой териотип. Это своего рода твоё внутреннее животное. Далее идёт процесс создания костюма своего зверя. Многие при этом тщательно продумывают свои образы, добавляют маски, хвосты и различные аксессуары. Перед своей нетипичной тренировкой квадроберы тщательно разминаются, а потом оттачивают движения животных. Квадробик развивает ребёнка. Если серьёзно, ребёнок занимается именно как спортом. А официально это квадробик как спорт имеет место только в США. У нас этот спорт неофициальный. Наверное, сейчас будут готовить. Но это, по сути дела, будет некий синтез искусства, гимнастики и акробатики. И это прекрасно. Другое дело, что тренерами должны быть профессионалы. Профессионалы нужно учитывать издержки, опасности, потому что можно и шею свернуть, как говорится. Поэтому просто на основании того, что это просто модно, маловато, должны быть специалисты. С психологической точки зрения, интерес и привязанность детей к животным и занятиям квадробикой могут быть рассмотрены как положительные аспекты. Изучение повадок и особенностей животных, а также тренировки на открытом воздухе могут способствовать развитию эмоциональной связи, эмпатии, ответственности, уважения и заботы к окружающему миру. И вообще у ребёнка заложены мимикрии, подражания кому-либо. Не только взрослым, но почему не подражать животным. А вообще в целом в философии, в восточной философии, есть такие основания, в теологии есть такие основания, когда духовность человека развивается именно благодаря подражанию животным. И это целая техника развития духа, развития человека. Это известно. Всё должно быть в меру. И если дети занимаются квадробикой без фанатизма, то не стоит беспокоиться. Наоборот, можно поддержать увлечение ребёнка и нанять тренера, чтобы тот контролировал процесс. Купить перчатки и эластичные бинты, чтобы не допустить повреждений и растяжений. Главное – вовремя донести различия человека и животных, чтобы дети порой не переходили границы и не нападали на людей, кусая их подобно животным. Резидак Каримова, Универ Новости. 23 апреля у студентов Химического института имени Бутлерова была уникальная возможность познакомиться с потенциальными работодателями и определиться с будущей сферой деятельности. На мероприятии студенты имели возможность ознакомиться с вакантными местами, узнать об их особенностях и условиях трудоустройства, а также задать интересующие их вопросы. Работодатели, в свою очередь, рассказали о своих компаниях, профессиональных требованиях и перспективах карьерного роста. Такие встречи, по словам экспертов, способствуют не только успешному трудоустройству молодых специалистов, но и развитию профессионального сообщества и укреплению связей между Казанским федеральным университетом и предприятиями. Сегодняшняя встреча приурочена к мероприятию по привлечению молодых специалистов в нашу компанию. У нас в Нижнекамске находятся два ключевых инвестиционных проектов, кроме того, что наша общая численно 10,5 тысяч человек. И на эти новые инвестиционные проекты мы как раз-таки хотим пригласить молодых специалистов с их новым видением, новыми процессами. На этом все. В студии была Гульшак Губайдулина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова